Продолжение следует... 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 И мы плавненько подлетаем с вами к Мелегчисме. Вот здесь вот проходит уже река Мелегчисме. Два тоннельчика было построено. Сначала было построено для одного направления. И когда пришлось переносить дорогу чуть левее по ходу движения, нужно было разобрать их и строить по-новому. Но строители с этим делом справились. А почему дорогу переносили, вы прекрасно все знаете. Строители с этой задачей справились. И второй тоннельчик уже обмазывают битумом. И скоро тоже засыпят. Пролетаем его успешно. И подлетаем мы к путепроводу, который в свое время предназначался для дороги северного обхода города Керчи. Ну вот, в деле, в хозяйстве сгодился для другого. Здесь будет петля объездная. Как говорил раньше, полупетля. Меня начали ругать тоже за это. Ну вот, скажу, петля тогда. И вот, как вы видите, строят. Сейчас мы здесь немножко остановимся. И поподробнее поговорим об этом. Сам путепровод, как вы видите, уже готов. Устойные опоры конуса уже отсыпали, даже забетонировали. Красоту наводят. А здесь, вот эту сторону, если по ходу движения справа от путепровода, активно идет отсыпка щебнем. Последний раз, когда мы здесь были, только с левой стороны щебень был. Вот этой петли. С правой не было. Ну вот, кто-то пишет, что здесь идет ни шибка, ни валка строительства. Посмотрите, дорогие друзья. Уже отсыпка идет. Вернее, щебеночкой здесь просыпали. Вот перелив трубу сейчас ставят. И все, здесь практически готово. Можно будет уже укладывать асфальт. Несколько слоев, там, наверное, сколько, наверное, слои три будет, как и на Тавриде, как и на подходах. Хотя, может быть, и два, я ошибаюсь. Ну и вот, давайте немножко рассмотрим получше сам путепровод. И там, и тут работы идут. Уже можно здесь в некоторых местах откосы отсыпать тем вот слоем плодородным, который предусмотрительно не стали вывозить, а раздвинули по сторонам. Теперь можно его брать и возвращать почти на место. Ну, а мы здесь глянем еще разочек с вами на этот путепровод. Находится он непосредственно в близости от существующей дороги Керч-Баггерова-Чистополия. Новая отрадная. Ну, красота. Я так думаю, что вот здесь уже, видите, и отсыпали. Здесь рельсы в две нитки лежат. А можно уже дальше тянуть и рельсы-шпальную решетку укладывать. Что ждать-то? Силы есть, техника есть, ну и можно укладывать. Здесь готовность уже была давно высокая-превысокая. Откосы уже зеленели. Трава уже выгорела. По второму кругу уже зеленеть начали. Тем более, только что прошли такие хорошие дожди. Должно все заколоситься. И мошка прошла. Вот в этом районе, когда снимал предыдущие репортажи, стоишь прямо ошевелиться, надо ведь все внимание сосредоточить на полете. И мошка действительно, вот руки, даже в футболке с короткими рукавами руки облипала. Злая такая. Ну, сейчас уже ее нет. Вышел из положения, купил баллончик, побрызгался. Я представляю, раньше была пытка вот этой мошкой. В какие-то времена раздевали, привязывали к дереву и все. Ну, а мы подлетаем с вами к пересечению двух дорог, автомобильной и железной. Вот этот кусок дороги автомобильной закроет, пересыпет и пошла дорога в сторону Баггерова. Ну, давайте и мы немножко проследуем. Баггеру это, как говорится, уже будет отдельная история. А мы немножко проследуем в начало поселка и посмотрим, что здесь у нас. Вот, переехали мы, перелетели через дорогу. Здесь мы с вами видим, что рельсы уложены. И вот существующая дорога, ее еще не переключили. Вот существующая, вот здесь, видимо, будут ее переключать на новую ветку. Вот она чуть правее уходит и пойдет. Ну, а эту, естественно, нужно будет разобрать, переложить. Тем более, вот там нужно будет немножко спрямить поворот для большей скорости. Фундамент под шумку готов. Ставят направляющие. И здесь, вот уже видите, непрозрачные панели уже ставят в направляющие. Сам шумозабор состоит из такого микса. Снизу и сверху непрозрачные, а посередине прозрачные панели. Пластик. Ну и вот хоть какая-то будет красота. А то все уже начали переживать, что будет все глухо, как в танке. Ну вот, так будет. Ну и немножко вот пролетим сюда, заглянем вдаль. Ну, можно сказать, в будущее. Вот здесь поворот. Надо будет немножко спрямить существующую железную дорогу. Существующую нитку. Ну и вот такой у нас сегодня получился обзорчик. Я на этом прощаюсь. Ненадолго. Не забываем подписываться, ставить лайки и заглядывать в группу ВКонтакте. Всего вам хорошего и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok